Привет, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем очаровательных вот таких пушистых-пушистых котиков на заборчике, которые кушают арбуз. Вот что нам потребуется для урока. Лист формата А4 или А3, если хотите работу побольше, кисточки, карандаш, ластик, акварелька, баночку с водичкой и салфеточка. Вот стандартный набор для того, чтобы работать акварелькой. И еще линер. Вот я его не положила, он у меня в стороночке остался. Вот что мы с вами делаем в первую очередь. Мы наметим все нужные нам линии. Наши котики, посмотрите, сидят на заборчике. Вот, соответственно, нам нужно нарисовать посерединочке линию заборчика. Она не обязательно ровная, так как забор идет вот из такой досочки, да, которая может быть уже давно-давно здесь прикручена. И она состарилась, ее выгнула, она стала такая неровненькая. Вот. Но чтобы место для наших котиков при этом оставалось. Вот, она проходит, видите, у нас чуть ниже серединочки. И дальше можете себе наметить вот такой арбуз, да. Мы будем одновременно рисовать у котиков и арбузов. Вот, у арбузов патинка. Вот такая вот закорючечка веточка. И из арбуза они вырезали кусочек. Рисуете полуовальчик. Так. Добавляете линию и добавляете узоры на арбузик. Вот такой кругляшочек. Вот. Теперь давайте разберемся с котиками. Я начну с черного котика, у которого открыты глазки. Вот. Для котика нам нужно нарисовать кружочек. Это будет его голова. Он такой мультяшный котик, поэтому сильно здесь прорисовывать не надо будет. Вот. Добавляете ушки, два треугольничка, добавляете глазки. И смотрит он у нас на арбузик. То есть зрачочки у него опущены вниз. Вот таким образом. Носик, ротик и язычок. Вот. Дальше он держит арбузик, поэтому тельце я пока не рисую. Вместо тельца рисуем вот такой кусочек арбуза. Да. У арбуза есть зеленая часть. Есть белая часть. И есть красная часть, которую котик наш уже слопал. Вот. Черные точечки мы поставим с вами чуть попозже. Можете немножечко их наметить. Вот. Если осталось пространство, можете добавить ему плечики. И котика нашего сажаем на заборчик, вот, свесив лапки. Вот так у него лапка, смотрите, одна идет. Здесь животик. И вторая лапка тоже вниз. Такой он сказочный. Здесь можно сильно не прорисовывать. Главное передать вот это движение. И хвост у него пушистенький. Ну и, соответственно, чтобы он мог у нас арбузик держать, добавляем ему лапки. Одна лапка, вторая лапка. Вот такой. Дальше. Второй котик у нас сидит и зажмурился. Да, ему очень-очень вкусно. Также мы начинаем с головы. Голова достаточно большая. Да, у этого, в принципе, даже можно еще покруглее сделать. Вот. Можно такую оставить. Вот. И дальше вы рисуете ушки. Последовательность та же самая. Закрытые глазки. Носик. Ротик. И ротик у него немножечко будет закрыт. Точно так же продолжаем. Рисуем арбузик. Да, у арбуза зеленая часть. Толщиночка. Белая часть. И красная часть, которую он только-только вот начал кушать. Так же здесь есть семечки. Держит он лапками. Две лапки дорисовываем. Вот. И, соответственно, дорисовываем тельце. Чтобы видно было, где он сидит, и добавляем ножки. Смотрите, вот так вот одна ножка. Обязательно с коленочкой, да, чтобы видно было, что загибается. И вторая ножка. Сегодня не соблюдаем пропорции. Сегодня у нас такая сказочная работа будет. Вот. И, соответственно, хвостик у него чуть вниз опущен. Расположение хвостику можете сделать абсолютно по-своему. Вот как вам больше нравится. Вот. И давайте доделаем им лапки. Вот здесь. Да, два кружочка. Чтобы они не были у них такими непонятными на кончиках. Хоть они и мультяшки. Добавляем вот такие вот овальчики. Добавляем коготочки. Вот. И нарисовываем арбуза. Здесь арбуз. И вот здесь арбуз. Всего их три пусть будет. Вот на арбузе добавляем полосочки, хвостики. Да. Дальше обрезан уже вырезанные кусочки. Здесь лежит он кусочек, да. Тоже слопал его уже кто-то. Здесь хвостик арбузный. Все линии, смотрите, идут по форме арбуза. То есть они полукруглые. Если линия справа, то она идет направо. Если в серединочке, то она более ровная. Если сбоку, то она больше у нас уходит на ту сторону. Вот. И, соответственно, добавляем. Еще один вот такой кусочек. Вот. Доделываем заборчик. За ними вот такие вот досочки. Забор уже старенький. Видите, он почти обрушился. Но котикам это нипочем. Да, им очень хорошо на нем сидится. Вот сюда две досочки я добавлю. Не буду все нарисовывать, потому что у меня здесь и не поместится. Вот. Наша задача не срисовать, а сделать нужную красивую композицию. Вот досочки, видите, друг друга пересекают. Вот. Сюда приделываем их гвоздиками. Да. Все. Двух досочек мне будет достаточно. Ну и сюда еще третью дорисую. Вот. Чтобы здесь не было много свободного пространства. О, совсем забор уже сломался. Так. И здесь делаю границу между небом и землей. Так, как будто они сидят у нас на какой-то горке. Вот. Что мы делаем следующим шагом? Берем линер. Вот. И, соответственно, линером все наши линии начинаем выводить. Но котиков обводим не вот так, да, как у нас идет карандашик, а обводим шерсткой. Чтобы они у нас получились пушистиками. Вот здесь шерстка, здесь шерстка. Прям не спеша, одна за другой. Аккуратненько заполняем, не обводим. Глазки. Каждого котика постепенно. Вначале беленького обведите. Вот. Арбуз мы уже естественно обводим не шерсткой. А делаем такими более ровными линиями. А вот лапки шерстим. Шерстим, 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 шерстим. Вот. И можете точечки тоже добавить линеру. Вот. Дальше продолжаю делать лапки. Лохматулик такой, да, получается. Хвостик делаем. На хвостике обычно шерстка подлиннее, поэтому можете чуть-чуть подлиннее сделать. Кстати, поставьте еще возле носика точечки. Это будут усики и вверх два усика. Вернее, это не усики, а такие длинные бровки. Вот. Соответственно, на лапках. И сейчас я не хочу делать второго котика. Я обведу то, что у меня вокруг белого кота. Вот. Добавлю арбузик сразу. Добавлю травиночки какие-то, чтобы у нас здесь поживее было. Вот этот арбузик сразу обведу. Большой арбузик делаем. Видите, он немножечко заходит за тот арбуз, который уже есть. Вот. Поэтому здесь не наносите областью. Вот так. Ох, какие арбузы. Прям захотелось арбузу, да? Вот такой хвост. Здесь тоже травиночки добавляем. Точечки. Вот. И сейчас возвращаемся к нашему черненькому котику. Его тоже шерстим. Шерстим, шерстим, шерстим. Пушим. Он черненький. На нем черные вот эти шерстиночки линером будут немножечко сливаться. Но в то же время они будут у нас очень хорошо видны. И здесь глазки вам вводим. Носик, ротик, точечки. И из точечек у нас вырастают усики. Ни от носа, ни от глаза. Именно из точечек. Вот. Обвожу сразу арбуз. Чтобы было понятно, что он у меня тут съел. Дальше продолжаю его пушить. Добавляю пушечку на лапки. Обвожу хвост. И ввожу соборчик. В пушечке. Сам заборчик. И на заборчике, смотрите, еще нужно прорисовать вот такие вот линии. Чтобы было понятно, что забор у нас именно деревянный, не какой-то там. Вот именно деревянные линии. Вот такие. Смотрите, могут быть овальные, могут быть полукруглые. Вот. Зали, прорисовали. Вот. Все. На этом мы с вами завершили работу карандашом и линером. Пластиком стираем все карандашные линии. Можно ластиком, можно клянчкой, если у вас есть. Вот. И начнем сейчас работать уже цветом. Убрали весь ластик. Вот. Берем в руки кисточку. Вот. И что мы делаем в первую очередь? Здесь мы сделаем в начале неба, да? Небо здесь у нас очень яркое, но оно в одном направлении. Видите, как лучи солнышка такие тут, лучи света. Вот. Из уголочка начинаем наносить голубой вокруг наших котиков. Вот. Не в разных направлениях, а именно в одном. Вокруг заборчика можно ввести. Если хотите, чтобы краска была более светлая, добавляйте больше водички. Если хотите, чтобы была более темная, добавляйте именно больше краски. А черного котика не бойтесь, можно заходить, если вдруг случайно у вас так получится, потому что его вы перекрасите. Вот такое небо. Смотрите, все над котиками сделали. И вот здесь под котиками немножечко тоже у вас есть небо. Если кисточка не рисует, значит берите или воду, или красочку. Не забывайте про это. О, какие котеечки, да? Так. Дальше. Сделаем с вами заборчик. Берем коричневый. И заборчику так аккуратненько обводим с одной стороны. Да? Эту и эту. Две палочки я сейчас сделаю. Вот. Дальше беру желтый цвет. И желтеньким добавляю. Здесь добавляю здесь. Чтобы получить эффект солнышка на заборчике. Точно так же делаю вот с этой основной, на которой они у нас сидят. Коричневый и желтенький в нее. Коричневый и желтенький. Весь, весь заборчик заполняем. Если у вас идет горизонтально вот эта вот поверхность, на которой они сидят, бревнышко, то рисуйте справа налево, слева направо. Если вот эти вот длинные столбики, то здесь уже сверху вниз закрашиваете. Вот и добавляйте желтенького. И аккуратненько размываете. Вот. Все, заборчик готов. Сейчас я хочу сделать травку внизу. Для этого я возьму темно-зеленый. И сумрудный такой зеленый. И обычный зеленый. Вот. И буду их чередовать. Заполнять травку, которая полна арбузиками. Не спеша, аккуратненько. Можно натопывать, да, можно наносить линиями. То есть самое главное здесь заполнить всю поверхность. Очень темные не делаем, чтобы наши арбузики выделялись на фоне травки. Арбузы мы, кстати, будем делать такими же оттенками, зелеными, только с добавлением желтенького. Так, под арбузы. И сразу давайте сделаем с вами арбузные корочки. Да, которые держат наши котики. Одна арбузная корочка. У котеночка, который у нас сидит с закрытыми глазками. У беленького котеночка. И вторая арбузная корочка у черного котика. Вот. Вначале обводим краешки, потом уже заполняем внутри. Вот, сделали. И сами арбузики. Здесь мы будем с вами чередовать. Смотрите, будем брать желтенький, зелененький. Сделаем полосочки. Да, вначале. Арбуз же у нас такой пятнистый. Да, то есть у него... Ой, не пятнистый, полосатый. У него полосочки светлые чередуются с темными полосочками. Так и сделаем. Вначале светлые полосочки. Это желтый и зеленоватый. Можете на палитре два цвета эти аккуратненько смешать. Вот, я их беру одновременно. Вот. Желтый, зеленоватый. И все полосочки заполняю, которые у меня таким цветом. Через одну, да, чередуем их. Одна, вторая, одна, вторая. Вот. И затем мы берем темно-зеленый оттеночек. Можно вместе с зеленым посветлее. И заполняем те полосочки, которые у вас остались не закрашены. Вот такой мой арбуз получился, да. Дальше, вот здесь то же самое. Те полосочки, которые не закрашены, тоже делаем темно-зелеными. То есть арбуз чередуется с светло-зеленым, травяной, такой желтоватый, с изумрудным зелеными, да, оттеночками. Вот. Здесь корочку делаем, здесь корочку, и здесь корочку. Вот. И, соответственно, под арбузами делаем чуть более насыщенным таким зеленым оттеночком. Можно добавить темно-синий. Тогда будет цвет более насыщенный. Получится именно тенюшечка. Зеленый и... Ну, можно даже фиолетовый. Зеленый и фиолетовый. Если нет фиолетового, добавляйте темно-синий. Зеленый и фиолетовый. Сюда тоже самое. Ну что, нам не хватает каких-то красных пятен, да. Сейчас вот этот арбузик я делаю. И приступим с вами к мякоти арбузной. Вот. И, соответственно, к язычкам наших котиков. Вот. Неспеша, неспеша все арбузики делайте. Если нужно, ставьте на паузу. Доделывайте спокойно. Вот. Я сейчас начну рассказывать уже про... Про, про, про мякоть. Так. Для мякоти, смотрите, я мою хорошенечко кисточку. Отжимаю ее. Беру красный. Красный не розовый, а красный именно. Красный. Алый он еще называется. И заполняю мякоть арбузиков. Тоже не спеша, плавненько. У всех кусочков, которые внизу я вначале сделаю, на них потренируйтесь, чтобы научиться обводить ровненько. Да, чтобы на котиков не зайти. У этого точно так же. Вот. И затем уже делаете мякоть на тех арбузиках, которые едят ваши замечательные котики. Красный может попадать немножечко на беленький вот здесь. Его только нужно будет размыться. Чтобы был более насыщенный, красный используйте меньше водички, больше самой краски акварельной. Вот, краешки обводим. Если не получается, большой кисточкой возьмите тоненькую. Вот, сделали. И теперь я размою немножечко красный вместе вот с этим вот беленьким. Потому что мякоть, она такая чуть розоватая всегда. Вот, есть то же самое сделаю. Вот. А на этих арбузиках я красный хочу усилить немножечко. Как раз, смотрите, пока у вас цвет не высох, усиляться он не будет. Он будет впитываться в бумагу, смешиваться с той водой, которая есть. Вы дождитесь, пока цвет немножко подсохнет, чтобы сделать более яркие моменты. Вот, то же самое с арбузиком. Можете взять и добавить вот такого изумрудного. Чтобы они были прям настоящие-настоящие. Вот. Ну что, и у нас не хватает самих котяток. Белого котика мы пока не трогаем. Вот. Сделаем черного. Для черного нам потребуется черный цвет, как вы уже поняли. И заполняем нашего котейку. Я его не буду делать совсем черным. Он у меня будет такой, чуть сероватый по оттеночку, чтобы видно было линер, которым я своего котика обводила. Ушки я не заполняю. Слух я сделаю розовеньким в нем. Какой он у меня будет больше не черненький, а серенький котик. Желобовый бабушке серенький котик. Вот. Если вы лезли на небо, размойте. И добавьте немножечко голубого. Никогда не бойтесь, если вы сделали что-то не так. В этом всегда может быть какой-то плюс в вашей работе. Как будто там какая-то тучка на них надвигается. Дальше вот сюда. Добавили. На лапки. Обратите внимание, по нижней части я делаю более насыщенно. Чтобы мой котик был объемным. Вот. И делаем глазки. Глазки я хочу делать зеленые под цвет травки. И тех арбузиков, которые наши котики кушают. Вот. А носико ушки делаем розовенькими. Розовенький. Здесь. Розовенький здесь. Язычок сделаем красным. Язычок пока не трогаем. У второго котеечки делаем то же самое. Вот. И, соответственно, нам останется сделать зеленые. Делать красный язычок ему. Вот. И у белого котика чуть-чуть добавить тенюшечек. Я беру черный прям совсем-совсем капелькой. И немножечко его вот так вот по краешкам делаю. Чуть-чуть таким сероватым. Но прям кончиком-кончиком кисточки. Почти незаметно. Все-таки тень на беленьком тоже немножечко. Но есть. Такие котятки. И линером или маркером добавьте вот сюда вот зрачечки внутри ваших зеленых красивых глаз. Вот. Все. Спасибо за внимание. Всем пока.